Привет, сейчас мы будем делать пакет трейсер 6413, скачиваем инструкцию в pdf, загружается, скачиваем, сохраняем, запускаем с помощью Adobe Acrobat Reader. Это для того, чтобы мы могли отвечать на вопросы в инструкции и вписывать ответы вот в эти вот синие поля. Потом эту инструкцию нужно сохранить и отправить вместе с сохраненным pk файлом, который мы сейчас и скачаем. Скачиваем его, запускаем его в пакет трейсере, сейчас он откроется, вот у нас открывается, нажимаем на поле, у нас появляется user profile, вводим свое имя, email, дополнительную информацию, любую, например, название группы, подтверждаем, у нас обновляется задание, открываем наше задание внутри пакет трейсера, можете делать по заданию здесь, тоже вполне удобно, наверное, сразу вписывать ответы. Самое важно, это вписывать ответы, это важно. Все, открываем здесь, я закреплю для себя сверху, чтобы оно не сворачивалось и приступаем. Для начала нам нужно подключить R1 к компьютеру консольным портом, потому что если мы попробуем в маршрутизаторе открыть эту страничку, она закрыта. Поэтому мы выбираем здесь, выбираем консольный порт, соединяем компьютер вот этим вот портом к консольному порту маршрутизатора. Теперь открываем компьютер, десктоп, терминал, подтверждаем, ничего не меняем и у нас открывается наш терминал. Нажимаем ввод и у нас появляется ввод команд нашего маршрутизатора, здесь мы его настраиваем. Для начала нас просят здесь проверить всякое, например, ввести enable для входа в режим. Дальше show run. Видим нашу текущую конфигурацию running config. Читайте ее, отвечайте обязательно на вопросы. Дальше нас просят show start startup config. Посмотрите, нам пишут, что startup config нету его, потому что мы его еще не сделали. Для этого, чтобы его создать, нам нужно сначала настроить текущую конфигурацию, а потом записать ее в running config. Начнем. Вот у нас то, что должно быть. Я настраиваю, вы смотрите и настраивайте. Обязательно читайте и делайте все по заданию и отвечайте на вопросы. Первым делом, нам нужно зайти в конфигурацию консоли, config terminal, здесь host name r1, подтверждаем. Теперь настроить пароли. Для этого первым делом пароль консоли, для этого line консоль 0, здесь вводим password let main и login, иначе этот пароль не сохранится. Возвращаемся в нашу конфигурацию. Теперь enable password cisco и enable secret secret it's a secret. It's a secret. Все. Мы это все настроили. Теперь нужен баннер. Баннер, моды, скобочки. Внутри скобочек копируем наше сообщение. Ctrl C. Здесь правой кнопкой paste. Закрываем скобочку, сохраняем. Все. Теперь нам нужно это все проверить. Здесь все детально описано. Выполняйте все, как тут сказано, и отвечайте в pdf файл. Я этого делать не буду, так как это просто проверка. Мне потом снова пароли вводить и так далее. Так, теперь нужно сохранить файл конфигурации в nvr, в nn. В общем, в startup config. Для этого выходим в федерированный джим. И здесь copy running config startup config. Подтверждаем. И здесь еще бонусное задание скопировать во флэш. То же самое. copy run flash. Подтверждаем. И все. Конфигурация построена. Мы видим, что у нас набрано 56 баллов из 80. Давайте посмотрим, что мы не сделали. Мы видим, что мы, похоже, не ввели неправильный пароль для консоли и неправильный enable password. И не сделали шифровку паролей. Возвращаемся в задание. Открываем коммутатор. Заходим в терминал. Конфигурация терминала. Так. Говорит, что мы ввели неправильный пароль. Вот. Скопируем его заранее. Ctrl-C. Снова line console 0. Паспорт. Вставим. Теперь выходим отсюда. Логин мы уже прописывали. Теперь нам нужно зашифрованный пароль. It's a secret. Мы его уже вводили. А и теперь нам не даст ввести обычный пароль. Смотрите. Enable password. Нас просят CISCO. И оно сохранило. Окей. Все. Так. Теперь. Текст. Так. Текст. Все. Зашифруйте все открытые пароли. Вот этот я забыл. Service. Password. Encryption. Подтверждаем. Все. Пароли у нас зашифровались. И мы видим, что у нас 80 баллов из 80. Поэтому мы сохраняем наш пакет Tracer. И отправляем его вместе с PDF файлом с ответами. На этом все. Пока. Продолжение следует.